Здравствуйте! С вами магазин и установщий центр FUNCAM на обзоре мутиндильные системы на базе Android от компании CANBOX для дистанции ANO2. Модель M-Line, диагональ экрана 10 дюймов, вставят в штатное место автомобиля через специальную переходную рамку, которая идет в комплекте. Все в целом выглядит достаточно аккуратно, воздуховоды прям совсем чуть-чуть перегораживаются из-за размеров магнитола, то есть она вот сюда выпирает, но это никак на функциональность не влияет, можете не переживать, магнитол перегреваться не будет. Все функционирует, все работает, вот калорийки также функционирует. Сама рамка выполнена из такого серого пластика. Вот это вот полностью вся панель меняется, выглядит достаточно аккуратно, вписывается в интерьер очень хорошо, с коншиной автомобиля все адаптируется, на экране вводится информация о открытых дверях, также некоторые кнопки вот из этого блока работают, как например переключение треков, также еще работает кнопка back, кнопка настроек переходит в настройки, отключение экрана, то есть на фоне продолжает работать, но с помощью вот этой вот кнопки можно быстро выключить экран, чтобы он не слепил. Также вот это вот кнопки работают, громкость, переключение треков, вот эти вот кнопки переключения, также быстрый переход вот по неизбранным радиостанциям, вот эти вот все кнопки также активно, климат-контроль, показания полностью все это выводится на экран магнитола, как видите, вот здесь такое специальное окошко появляется и здесь полностью вся информация дублируется, все это функционирует, все работает, также кнопки на руле функционируют, громкость, ответ и сброс звонка, кнопка back, переключение треков вперед-назад, вот эту вот кнопку enter перепрограммировали на быстрое выключение звука, это гораздо более удобная функция и кнопка source, которая переключает между всеми источниками, также работает. С подсветкой адаптировали, при переключении габаритов автоматически регулируется дневной и ночной режима и включается подсветка вот этих вот сенсорных клавиш. По внешним подключениям в бардачок выводятся USB порты, куда можно подключать флешки, жесткие диски с мультимедией, с музыкой, с фильмами и воспроизводить это все на магнитоле. И также еще дополнительно уводится слот под сим-карту для подключения к интернету, чтобы пользоваться всеми возможностями магнитола. К интернету вы сможете подключиться либо устанавливать сюда сим-карту, либо раздав вас в мобильном устройстве через режим модема. Штатную камеру заднего вида также подключили, включается она автоматически при включении задней передачи и еще дополнительно установили камеру переднего вида. И настроили ее таким образом, то есть вот после задней мы переходим на драйв, автоматически включается камера переднего вида на 10 секунд, потом переходит на главный экран. То очень удобно, то есть если мы в несколько приемов паркуемся, то есть постоянно камеры будут переключаться. Опять переключаемся на заднюю, автоматически включается задняя на переднюю и сразу же передняя включается. Есть здесь настройки по яркости, светлости, контрастности и также камеру переднего вида можно включить принудительно. Выведен для удобства вот сюда вот иконку на главный экран, нажав на нее мы попадаем в режим камеры. Сам планшет работает на операционной системе Android, обладает всеми современными тимзиневыми функциями, чего не было изначального автомобиля. Здесь достаточно большой экран, очень удобно им пользоваться, выглядит все просто отлично. Здесь доступен магазин приложений Play Market, откуда можно скачать любое приложение. Самые популярные здесь уже предустановлены, самые актуальные для водителей, это конечно же Яндекс.Музыка и Яндекс.Навигатор. Для пассажиров уже предустановлены YouTube, например, Кинопоиск, Интернет, Телевидение и многое другое. Также есть эквалайзер для настройки звука, возможность подключить телефон по Bluetooth для прослушивания музыки либо для громкой связи, подключение Android Auto либо CarPlay как проводным, так и беспроводным путем и множество других полезных мультимедийных функций. Обращайтесь к нам в компании, у нас вы сможете как приобрести, так и установить дополнительные мультимедийные оборудования для вашего автомобиля. На данной автомобиле есть различные варианты мультимедия, однако обращаю ваше внимание, то что здесь установка достаточно сложная, поэтому рекомендуем обращаться в специализированные установочные центры. Также у нас в магазине есть доставка по регионам с постоплатой, вы сможете принять товар, проверить его и только после этого оплатить, и есть собственные службы технической поддержки. Обращайтесь, будем рады помочь. Всем удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok